Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует детский сад Василек, номер 173. Каналленности для детей с особыми возможностями здоровья и нормативным развитием. Уважаемые коллеги, я сразу прошу у вас прощения. Осень – время заболеваний, поэтому голос у меня немножечко сегодня страдает. Если по ходу встречи понадобится помощь у моего учителя-дефектолога Татьяны Александровны, извините, что я из кадра выйду. Уважаемые коллеги, я предлагаю вам открыть ролик номер один, визитка нашего детского сада и познакомиться с нашей работой. Компания «Творчество без границ» представляет. Васильковые будни в детском саду номер 173. Детский сад Василек является структурным подразделением автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства» Влада. В детском саду функционирует 22 группы, для детей с нормативным развитием и для ребят с нарушением зрения. Также наш детский сад посещает солнечные детки – дошкольники с синдромом Тауна. Наш коллектив – это творческие профессионалы своего дела. Это подтверждается победами в профессиональных конкурсах «Воспитатель года» на уровне автономной некоммерческой организации, в номинациях «Инструктор по физической культуре», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог». В 2019 году стали победителями всероссийского конкурса имени Льва Семёна Личевогодского. Детский сад является активным участником стратегических проектов и сетевых лабораторий автономной некоммерческой организации. Проект «Особенно ребёнок» даёт возможность реализовывать современные подходы в работе с особыми дошкольниками. Проект «Я гражданин Самарской земли» позволит воспитать маленьких жителей города Тольятти большими патриотами нашей страны. Мы ведём инновационную работу по изобразительной деятельности. Реализуем проекты по развитию дошкольников музыкальной культуры и творческой активности. Осуществляем разработку бренда «Детского сада». Творческая группа «Про театр» является для нас стартовой площадкой для воплощения театрализованной деятельности с детьми с особыми возможностями здоровья. Театр для всех, театр для каждого. Всё это позволяет грамотно и профессионально развивать будущее поколения. Свой опыт мы презентуем, участвуя в различных конференциях, стажировочных площадках, методических неделях, семинарах-практикумах на различном уровне для педагогического сообщества. А также детский сад является базой для прохождения педагогической практики студентов Тольяттинского государственного университета. Со студентами социально-педагогического колледжа мы взаимодействуем в рамках дуального обучения. Реабилитация, оказание коррекционной помощи, развитие компенсаторных возможностей, развитие самостоятельности и детской инициативы ведём в процессе художественно-эстетического воспитания. Безусловно, искусство является мощным средством развития творческих способностей ребёнка. Поэтому в работе с детьми с ограниченными возможностями мы используем всё разнообразие художественно-эстетического воспитания. В нашем детском саду каждый дошкольник вовлечён в творческий процесс в зависимости от своих интересов и возможностей. Мы практикуем ряд универсальных художественных и конструктивно-модельных технологий, адаптированных нами для детей с ограниченными возможностями здоровья, с помощью которых успешно решаем разные коррекционные задачи. В этом году мы реализуем масштабный творческий проект в рамках картонного тимбилдинга. Данная технология позволяет сплотить всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. Такая деятельность позволяет дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья развивать конструктивно-пространственное мышление, моторику, знакомиться с техническими схемами и чертежами, и умение работать с ними. Коррекционные возможности музыкально-ритмической деятельности в работе с детьми с особыми возможностями здоровья выступает источником позитивных переживаний, рождает новые креативные потребности, особенно в детей. Театрализованная деятельность в детском саду – это воплощение волшебства, в котором происходит раскрепощение детей, развивается творческое воображение и эмоциональный интеллект, а также это универсальное средство, которое позволяет использовать разные границы возможностей дошкольников. Кто-то сразу становится актером, а кому-то нужно время, и пока он яркий представитель за кулисьей. В детском саду создаются условия для самовыражения, формирования актерского мастерства средствами театрализованной деятельности. Все это является эффективным средством для успешной социализации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Результатом такого подхода являются призовые места в конкурсах на разном уровне. Мы гордимся своими ребятами. Наши дошкольники – наше новое творческое поколение. Уважаемые коллеги, вы просмотрели визитку о нашем детском саде. У вас сложилось определенное впечатление о нас, и мы продолжаем наше общение по теме, представленной на экране. Вам известно, что Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает для детей с особыми возможностями здоровья создание многообразия возможностей для личностного развития, успешной социализации и последующей самореализации ребенка. И первостепенным для детей с особенностями в развитии согласно стандарту является создание специальных условий, в которых одним из значимых является художественно-эстетическое развитие с учетом индивидуальных и психофизических особенностей. Наш детский сад «Василек» посещают дети с нормативным развитием, с нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями речи, а совсем недавно мы организовали группу для обучающихся с синдромом Дауна. И, безусловно, задача руководителя детского сада, где имеются дети с особыми потребностями, заключается в формировании комплексного всестороннего подхода и поиска инновационных научно-практических способов, которые бы давали эффективные результаты в коррекционно-развивающей работе с такими ребятами. С точки зрения управленческого аспекта для каждого ребёнка с особенностями в развитии мы проектируем доступную среду, которая содержит ряд условий. Они перед вами. Коллеги, я думаю, вы все поддержите, что сегодня особенно актуально общеизвестные изречения «Кадры решают всё». Поэтому мы ценим и гордимся, что именно в нашем детском саду работает команда профессионалов, высококвалифицированный педагогический коллектив. Имеются профильные специалисты, которые в системе обеспечивают качественное образование обучающихся. Сделаю акцент, что при сопровождении детей с особыми образовательными возможностями обеспечивается преемственность в работе всех участников образовательного процесса. Перед вами модель сотрудничества наших специалистов по решению коррекционных задач. Мне особенно важно отметить именно сегодня, что на протяжении многих лет с нами трудятся талантливые творческие педагоги, инициаторы внедрения инновационных практик. Наши педагоги всегда находятся в творческом поиске и ежегодно с честью представляют опыт своей уникальной деятельности, педагогическому сообществу Российской Федерации. Следующим важным аспектом является наличие организационно-методических условий. Рассматривая данную группу средств, обращаем ваше внимание на основополагающий фактор. Рассматривая данную группу средств, обращаем ваше внимание на основополагающий фактор формирования собственной методической базы по коррекционно развивающей работе как результата инновационной деятельности. Коллектив детского сада систематически обобщает опыт по художественно-эстетическому и психолого-педагогическому сопровождению детей со зрительным дефектом в авторских пособиях. Данный опыт всегда востребован в педагогическом сообществе на разном уровне. В нашем методическом обеспечении аккумулированы наиболее эффективные практики, которые способствуют социализации и компенсации в развитии детей с особыми потребностями. Из практики отмечу, что очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда в обычный детский сад приходит особенный ребенок и многие руководители и педагоги констатируют, что данный воспитанник в психолого-педагогическом сопровождении не нуждается. Отправной точкой для такого суждения служит, что интеллект в норме и особые условия для него создавать не требуются, а на самом деле каждый ребенок с особыми возможностями здоровья имеет свои особенности. Характеризуя психолого-педагогические условия, сразу скажу, что в детском саду сопровождение ребенка начинается с первых дней пребывания. Члены службы психолого-педагогического сопровождения выявляют особенности ребенка, индивидуальные потребности и его резервные возможности для разработки индивидуального образовательного маршрута с обучающимся, где подбираются к каждому ребенку способы и средства сопровождения. О них более подробно сегодня расскажу в ходе встречи. Говоря о детях с особыми возможностями здоровья, делаю акцент, что каждый детский сад должен найти свои наиболее эффективные и приемлемые для определенного контингента детей способы и средства. Педагогический коллектив нашего детского сада, имея богатейший опыт в области художественно-эстетического развития, раскрыл ее новые возможности применительно к особенным детям. При кажущейся простоте художественно-эстетической деятельности это уникальное средство коррекции развития детей с особыми потребностями. Оно – незабываемое впечатление на эмоционально-чувственный опыт ребенка. Художественно-эстетическое развитие наших обучающихся происходит в трех видах детской деятельности. Они представлены на слайде. Перед вами несколько основных задач, над которыми мы комплексно работаем в группах компенсирующей направленности. И важная роль в данном процессе отводится такому значимому специалисту, как педагог-психолог. И сейчас я предлагаю заглянуть в ее кабинет. Открываем видеоролик номер 2 и познакомимся с работой педагога-психолога. Комфортная атмосфера и эмоциональная благополучие всех участников образовательной деятельности. Важную роль в этом удастает организация психолог-педагогического сопровождения и организация условий в кабинете педагога-психолога. Учтены новые требования к развивающей предметной пространственной среде. Зонирование рабочего пространства кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной деятельности. Все пространство кабинета разделено на несколько рабочих зон. Консультирование, диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, релаксация и снятие эмоционального напряжения. Каждый из которых имеет различную функциональную нагрузку. В зоне коррекционно-развивающей работы предусмотрены мобильные столы для индивидуальной групповой работы, которые легко меняют свою конфигурацию в зависимости от поставленных задач. Для деятельности с ребятами предусмотрены интерактивные, магнитные, грифельные, маркерные доски, игровые модули. Вся коррекционно-развивающая деятельность проводится в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей, на полу круглый ковер и разнообразный игровой материал. Имеется мобильная мебель для смены игровой ситуации. Для художественно-эстетической деятельности с автоматом в развитии детей с особенностями имеется интерактивный песочек с подсветкой для рисования. Много разнообразного материала для творчества. Вот, поделиться. Круглый ковер, возьмите. Это мы. В зоне коррекционно-развивающей работы релаксации и снятия эмоционального напряжения, каждая из которых имеет различную функциональную нагрузку. В зоне коррекционно-развивающей работы предусмотрены мобильные столы для институтальной групповой работы, которые легко меняют свою конфигурацию в зависимости от поставленных задач. Для деятельности с ребятами предусмотрены интерактивные, магнитные, грифельные, маркерные доски, игровые модули. Вся коррекционно-развивающая деятельность проводится в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей, на полу круглый ковер и разнообразный игровой материал. Имеется мобильная мебель для смены игровой ситуации. Для художественно-эстетической деятельности, сенсомоторного развития детей с особенностями имеются интерактивные песочницы с подсветкой для рисования. Много разнообразного материала для творчества, который располагается в хорошо доступном месте и помогает ребенку проявить свою творческую инициативу и индивидуальность. Все материалы систематизированы для удобного пользования. В зоне релаксации снятия эмоционального напряжения предусмотрены мягкое покрытие, пледы, игрушки-антистресс, мягкие подушки, ширмы для уединения. Все это способствует релаксации после офтальмологического лечения. Обращаем ваше внимание на цветовое решение оформления кабинета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Уважаемые коллеги, не волнуемся. Все постараемся сейчас исправить. Был небольшой сбой интернета на стороне спит. Поэтому сейчас, пожалуйста, немножечко подождем. Хорошо. Самое главное, не волнуйся. Пока можно посмотреть наши полезные ссылки, которые были в начале нашего чата. Я их вам еще раз повторю сюда. И также напоминаю, что есть возможность приобретения сертификата участников до завершения мероприятия. Но для тех, кто регистрировался заранее. Поэтому пока можно почитать, посмотреть то, что есть здесь. А я постараюсь сейчас с нашими спикерами узнать. Да, вот, все, отлично. Видео к нам вернулось. Надеюсь, что и Наталья Михайловна к нам тоже сейчас присоединится. Все, коллеги, смотрим дальше. Продолжаем нашу встречу. Как я уже обозначала ранее, положительный эффект сопровождения особенных детей зависит от взаимосвязанной и слаженной работы всего педагогического коллектива детского сада. И на сегодняшний день мы успешно апробируем и внедряем инновационные практики, которые способствуют решению коррекционных задач. По сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в сфере изобразительной, музыкально-театрализованной и конструктивно-модельной деятельности. Очень важным при подборе обозначенных средств является момент соблюдения принципов доступности, что подразумевает успешность овладения любой из перечисленных на экране техник. Деятельностного подхода и оздоровительной направленности, что непосредственно влияет на психическое развитие ребенка. Нам значимо и важно, что сопровождение особенных детей в художественно-эстетическом развитии проходит с активной и положительной поддержкой такой необходимой категории участников образовательного процесса, как наши родители. Они наши партнеры. Для нас очень ценно, что каждый родитель активно принимает участие в мероприятиях детского сада, а иногда является и их инициатором. Одной из новинок в партнерстве с родителями по художественно-эстетическому развитию детей являются интерактивные площадки, организованные в холлах нашего детского сада, а также на лестничных маршах с учетом современных подходов и особенностей обучающихся. Так, коридоры мы переоборудовали и оформили магнитными. Опять? Вылетаем. Сейчас заново, да? Нет, нет. Вот на этом, да, Таня? Угу. Убрать его, не ухать. Ухать. Все. Дальше. Так. Каждый родитель активно поддерживает социализацию своего ребенка, участвует в его развитии и воспитании. Наши родители с удовольствием посещают музыкально-эстетический клуб «Гармония». Он популярен среди родительского сообщества. Как вы знаете, одним из управленческих механизмов в коррекционно-образовательной работе является обеспечение материально-технических условий, которые создаются в детском саду для максимального решения всех поставленных задач. Отметим компоненты, которые созданы в нашем детском саду по художественно-эстетическому развитию воспитанников, что способствует эффективному решению задач по коррекции дошкольников с ОВЗ. Известно, что развивающая предметно-пространственная среда является третьим учителем ребенка. Наш детский сад – это территория под названием «Творчество без границ». Нашим девизом является «Творим и радуемся вместе, мы познаем себя и мир, нам это интересно». Для этой цели мы создали арт-пространство. Что же такое арт-пространство? Это мир радостных открытий, который совершает ребенок, где создаются условия для поддержки детской инициативы и самостоятельности, свободной личности, которая стремится к новизне, исследовательскому отношению к миру и самореализации. Имея особенных детей, общее внимание при создании условий в группах мы уделяем общему цветовому решению. Большое внимание мы уделяем общему цветовому решению помещений. Предпочтение отдаем легким, спокойным тонам, чтобы ребенку с особенными возможностями здоровья было комфортно и легко сориентироваться при осуществлении своего выбора средств художественной и творческой реализации. При этом педагогическое пространство охватывает размещение объектов образовательного назначения, освобождая площадь для большой активности и передвижения детей в помещение. Арт-зона – это наша находка, которая выступает модулем общего арт-пространства. Это место для созидания, это выставка, это строительная площадка, это место встреч и познания, а также это большое игровое пространство. В каждой возрастной группе созданы мини-арт-зоны, наполненные разнообразными художественными средствами. Там любой ребенок может оставить свой индивидуальный детский след самовыражения. Представляем вашему вниманию арт-лаборатории, которые размещены в групповых помещениях и холлах и представляют собой центры экспериментирования. Они наполнены многообразными материалами – природным, бросовым, изобразительным и другими. В них проводятся эксперименты с цветом, светом, формой. Они интегрированно решают задачи коррекционной и художественной направленности. А использование мобильных легких тележек помогает детям по своему выбору наполнить ее изобразительными средствами и подвести к месту, где осуществляется творческий процесс. Для этой же цели мы используем переносные корзиночки. В детском саду «Творчество без границ» заложено уважительное отношение к творческой работе каждого ребенка и ее презентации. Для повышения самооценки ребенка и его уверенности в своих силах детское творчество нами презентуется повсюду. Обратите внимание, насколько по-разному оно представлено в пространстве, что позволяет варьировать и видоизменять среду детского сада. Таким образом, наш детский сад позволяет организовать пространство творчества и отдать его детям. И, конечно же, нельзя сегодня не отметить обеспечение информационных условий в детском саду по обозначенной теме. Мы активно транслируем достижения наших воспитанников и педагогов. Весь богатый опыт деятельности детского сада ежедневно освещается в популярных социальных сетях интернета и мессенджерах. Все это позволяет обеспечить и поддержать положительный имидж нашего детского сада «Василек» в родительском и профессиональном сообществе. Подводя итоги моего сообщения, хочу сказать следующее. Наши воспитанники активно принимают участие в конкурсных мероприятиях, имеют высокие результаты. Они осваивают адаптированную образовательную программу, они успешно социализируются в массовых школах, а наши родители удовлетворены деятельностью детского сада. Все это является доказательством качества дошкольного образования по сопровождению детей с особенностями развития, средствами художественно-эстетического воспитания. И, как сказал Сухомлицкий, дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. И я вам желаю этого же, мои дорогие коллеги. И сейчас я вас приглашаю на виртуальную экскурсию по нашему детскому саду, которая будет направлена на освещение и решение коррекционных задач средствами художественно-эстетического воспитания и развития. Прошу вас открыть ролик номер три. Я вам желаю приятных и полезных впечатлений. Уважаемые коллеги, небольшая заминочка. Сейчас техническое сопровождение наладится, и вам обязательно будет представлен ролик номер три. Очень интересная экскурсия. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, познакомиться с нашим детским садом. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать. Мы начинаем нашу виртуальную экскурсию по детскому саду «Росилёк» с углубленным изучением художественно-эстетического развития. Детский сад ежедневно открывает свои двери для ребят с нормативным развитием, с нарушением зрения и синдромом Дауна. Сегодня мы вам предлагаем посмотреть, как растут и развиваются дошкольники с особенностями в развитии. И начнем наше знакомство с самого главного центра детского творчества – кабинета изобразительной деятельности. Это особое арт-пространство в детском саду. Пространство внутри мобильно и может изменяться. Благодаря большим стендам на колесах, на которых можно осуществлять масштабные творческие проекты, размещать выставки, пособия. Перемещаясь, стенды могут изменять архитектурную проекцию помещения, что положительно влияет на эмоциональную сферу детей. Столы переставляются в пространстве, делая его индивидуальным для одного ребенка или группы детей. В зависимости от творческой задачи имеются мобильные тележки для свободного выбора художественных материалов. В зависимости от зрительного диагноза ребенка можно рисовать не только на горизонтальной поверхности, но и на мольбертах. Интерактивная доска дает возможность детям с нарушением зрения более детально рассмотреть предлагаемый материал, видеофильм, закрепить приемы рисования. Приглашаем вас в первую младшую группу номер 71. Очень светлая, оформлена в мягких тонах для создания домашней атмосферы и легкой адаптации малышей. Создавая условия в этой группе, мы старались сохранить максимум простора, ведь ребята 2-3 лет – очень подвижный народ. Мебель светлая, компактная, столы на колесиках для легкой трансформирования пространства. Все в этой группе доступно для двигательной активности. Начиная с младшего возраста в группах для детей с нарушением зрения, вы всегда увидите настенные тренажеры для зрительной гимнастики, волшебные дорожки, которые составляют единый зрительный игровой сюжет. Арт-пространство для малышей – самое хорошо освещенное место в группе. Стена творчества. Здесь каждый малыш может самостоятельно или совместно с педагогом рисовать, расспрашивать, конструировать. Для этого есть грифельная поверхность. А на магнитной стене можно выкладывать мозаичные узоры и красочные аппликации. Все необходимые материалы расположены тут же, поблизости. Такой вариант хранения позволяет стимулировать исследовательские способности, вызывает желание у ребенка взаимодействовать с этими средствами, призывает к действию. Знакомство с картоном кинбилдингом мы начали с младшего возраста. Для ребят создавались игрушки-дергунчики, декорации для театральной деятельности, а также предметы-обиходы, привычные для их возраста. Конечно, самостоятельно такие фигуры ребятам выполнить не под силу, а вот их украсить, разрисовать, оживить – это с большим удовольствием. Посмотрите, как здорово! Здесь используются технологии оттиски разными по фактуре штампами и пальчиковая живопись. Специфика заключается в том, что штампование предложенных силуэтов формирует у малышей концентрацию внимания, развивает зрительно-моторную координацию, умение четко выделять силуэт заданных изображений, используя не только краски, но и мягкое соленое тесто и восковой пластилин. Коррекционно развивающая деятельность средствами художественно-эстетического воспитания в этой группе представлена следующими авторскими пособиями. Цветная стирка, разноцветные палочки, цветные дорожки, волшебные крышечки направлены на развитие цветовосприятия, знакомство с основными цветами, развивает навык соотнесения предметов по цвету, расширяет объем словаря, активизируется зрительное внимание, развивается свето-восприятие. Приглашаем в группу номер 61, второй младший возраст. Знакомство с этой группой мы начинаем с раздевальной комнаты. Тут хочется обратить ваше внимание на то, как представлено детское творчество ребят. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Групповое пространство поделено на образовательные области. В каждом центре есть маркеры-зазывалки, которые приглашают ребят к действию. Здесь картонный тимбилдинг раскрывается уже по-другому. В группе создано творческое игровое пространство из картона с использованием крупных арт-объектов, дополненных детскими работами. Фургончик сладостей. Коляски с игрушками лесными жителями из папье-маше. На стене творчества силуэты. для самостоятельной изобразительной деятельности детей. Коррекционная работа строится с учетом развития цветового восприятия. Игры и пособия стимулируют зрительные реакции, формируют любознательность к красоте и неповторимости цвета. Развивает интерес к прекрасному. Умение видеть оттеночные краски в окружающих предметах. В ходе проведения коррекционных игр собери мороженое, найди чайную пару, продолжи реакция. Осуществляется компенсация нарушений восприятия. На основе развития ориентировочно-исследовательской деятельности детей. В зрительной среде. Подволяет формировать умение анализировать цвет предметов. Авторские игры и пособия направлены на интеллектуальное развитие особенных детей, формирование у них зрительного внимания и памяти, творческого воображения. Продолжаем нашу виртуальную экскурсию и представляем старшую группу на «Цветочный городок». «Цветочный городок» Светлая группа со своим дизайном. При входе в групповое помещение мы сразу обращаем внимание на говорящую стену. Здесь каждый ребенок пробует планировать свой день, отмечает свое настроение, выбирает любимое занятие. Детская почта «Секретик» в индивидуальном кармашке. Можно оставить письмецо другу. В этой группе другой вариант мини-арт-зоны. Калаш в коробке. Идеальная сцена для собственной театральной игры. Дети создают калаш в коробке, а затем обыгрывают его. Здесь и принцесса на горошине, и цирк шапито с дрессированными зверями. Театральные игры – это своеобразный инструмент психической и речевой коррекции, обеспечивающий гармоничное развитие личности ребенка с особенностями. Для развития цвета и восприятия представляем вашему вниманию детскую лабораторию цвета, где дети изучают тайны цвета, цветных предметов, явлений, подбирают цвета и оттенки, слушают разноцветную музыку и собирают цветные слова в копилку. Вспомните, многие из нас в детстве развлекались, прикладывая глазам цветные стеклышки. Синий мир становится серьезным, строгим. Желтый – все кажется праздничным, даже если день пасмурный. В процессе экспериментирования с цветом дети учатся смешивать цвета до образования сложных оттенков. Собирают копилку цветных слов, например, цвет одуванчика, вкусный цвет вафельного стаканчика от мороженого. Важно, чтобы ребенок с нарушением зрения, с синдромом Дауна не только видел цвет, но и слышал его обозначение. Это облегчает осознание видимого. Детская типография. Здесь решаются задачи не только познавательно-исследовательского цикла, но и художественно-эстетического. Для активизации познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста представлены отделы – юные натуралисты, отдел редакции и другие. Используя инновационную технологию картонно-инжиниринг, ребята вместе с педагогами и родителями построили для игрушек детский парк аттракционов с колесом обозрения, веселой карусели и подвижным фуникулером. Здесь созданы все условия для творческого конструирования. Стол, зеркальный, простой, для архитектурных фантазий, картонная мастерская для изготовления механизмов, организована арт-пространство с использованием технологии реджиопедагогики. Предлагаем вашему вниманию подготовительную группу номер 34. Группа просторная и современная, оригинальный центр творчества. Индивидуализация решена в этом случае. группе с помощью чемоданчиков образовательная изобразительная деятельность формирует умение детей передавать цвета, ритм, симметрию, композицию. Все это способствует накоплению эстетических впечатлений особенного ребенка. Большое значение при этом имеет практическая деятельность. Дети при освоении графических движений. Многие формы и свойства изображаемого становятся для детей образом красивого и привлекательного. Обращаем ваше внимание на коррекционный центр. Тифлопедагог здесь также решает задачи художественно-эстетического направления. В своих пособиях для развития зрительного восприятия света, навыков ориентировки в пространстве, формирования предметных представлений. Предлагаем вашему вниманию самые любимые игры ребят. Создай пейзаж, краски, смешай цвета, подбери палитру. У детей с нарушением зрения закрепляется знание о смешивании красок для получения новых цветов и оттенков, располагать оттенки красок в нарастающей последовательности. Интерактивная игра 3D-планшет для рисования и шпионский планшет способствуют развитию творческого воображения и зрительного восприятия. Рассмотрим мини-арт-зону. Нетрадиционная техника, контактный коллаж на липкой поверхности. В подготовительной группе мы уже видим следующий этап творческого конструирования. Картонный инженеринг. Движущиеся модели, вращающиеся механизмы – все это сделано из картона детьми, педагогами и родителями. В группе создано техническое игровое пространство для самостоятельного изготовления механизмов и арт-пространства с использованием технологии региопедагогики. Приглашаем вас в подготовительную группу номер 36 «Чудесный замок». Группа «Чудесный замок» оформлена в сочетании нежных тонов и джинсовой ткани. Заходя в группу, мы сразу видим зонирование. Здесь разворачивается конструкторская деятельность и игры с правилами дорожного движения. Зрительный тренажер для гимнастики, который ребята могут выполнить микрогруппой или индивидуально. Вдоль центральной стены расположился музыкально-театральный центр и уголок для девочек. Арт-зона расположена в этой группе в хорошо освещенном месте. Большая стена для творчества. Рядом многофункциональный стол, мини-лаборатория для макетирования, которая легко трансформируется. В процессе детской творческой деятельности используются технологии живописной монотипии. В этой группе ТИФЛ-педагог для решения коррекционных задач создал лабораторию цвета и света. Это специальный комплекс игры и упражнений по развитию цветовосприятия, учитывающий возрастные особенности. Степень зрительной депривации детей с нарушением зрения и тематическое планирование коррекционно-развивающей работы. Разработанные авторские игры и упражнения развивают знания ребят о цветовых эталонах, теплых и холодных цветах спектра. Учат получать из основных цветов спектра дополнительные оттенки. Одним из любимых дидактических пособий детей этой группы стала серия книг по развитию цветоощущения «Мир вокруг нас». С помощью этих книг дети учатся не только различать оттенки и цвета и видеть красоту окружающего мира, но и его богатое разнообразие цвета. Широко представлен картонный инжиниринг, изготовление механических игрушек из картона. В группе создано техническое игровое пространство для изготовления механизмов и арт-пространства с использованием технологий Реджио-педагогики. Сегодня мы постарались показать и раскрыть условия и подходы в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, реализацию художественно-эстетического проекта «Картонный тимбилдинг» и «Картонный инжиниринг». Мы рады поделиться с вами своими творческими находками. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поделились своим опытом работы и хотели бы получить от вас обратную связь. Может быть, если есть предложения, вопросы, вы напишите в чате. Коллеги, мы вас благодарим за внимание и надеемся, что наш опыт будет актуален и полезен вам. Приглашаем вас к сотрудничеству. Нас можно найти ВКонтакте на официальном сайте ОНОДО «Планета детства Лада». До свидания, до новых встреч. Спасибо вам, коллеги, за обратную связь. Уважаемые коллеги, благодарим вас за теплые отзывы. Если тема будет актуальна и полезна, пожалуйста, мы будем рады с вами поделиться своим опытом, пишите нам в чате. Всего доброго.